Тоже своеобразный символ Караганды, спортивный символ Караганды. Не прошло и 10 лет после Великой Отечественной. Вот это здание стали возводить с бассейном, самое крутое на то время в Средней Азии вообще. Ну и до сих пор работает и бассейн, и залы работают спортивные, люди вот фотографируются в памяти Караганде. Споркомплексы Минуркина-Абдирова. Ну с ним побольше конечно познакомиться надо как-нибудь, хотя периодически показываем. Ну что-то внутри происходит, какие-то изменения, а может быть сохранили какие-то уникальные вещи, но это как в другой раз. Споркомплекс Минуркина-Абдирова напротив памятника имени Минуркина-Абдирова. Или памяти Минуркина-Абдирова. О, избирательный участок номер 60, города Караганды. Города Караганды, города Караганда. Да, не будем забывать, что скоро выборы. Так, на всякий случай. Дом быта бывший. Теперь часть торгового комплекса, магазин Абсолют и так далее. И не видно дома быта теперь, потому что построили вот это вот своеобразное, так мягко говоря, здание. Конечно, выглядит оно даже несколько величественно. Но меня не перестает удивлять. Неужели архитекторы, которые планируют магазины в таком плане, думают, что они будут привлекать людей? Что за черными стеклами видишь? Какой-то сумрак, какая-то тьма, и не хочется туда вообще подходить. Вот если были стекла прозрачные, видишь, народ ходит, покупает что-то, жизнь бурлит. А так кажется, что здание пустое. Ну, наверное, есть, конечно, покупатели. И много покупателей. Но, тем не менее, такое вот полумрачное здание называется Арбат. А, Арбат. Хоть будем знать, а то я уже забыл, какое название носит этот магазин. Куда-то же лиственницу пересаживали с улицы Комиссара Бухаржирау. Сейчас поищем лиственницу, если она есть здесь. Если не обманули. С левой стороны от Сума. Такой уголок получился. Китайский квартальчик. А, ну и музыка слушна, наверное. Арбат. Карагандинский начинает выполнять свое предназначение. А вам здесь съемка разрешена? А вы представьтесь, пожалуйста. А я вам обязан представляться? Ну, а вы меня спрашиваете, съемка разрешена. Я спрашиваю по этому. Может, вы здесь командуете, у вас правила какие-то есть. Тем более, я на улице снимаю. Я в сумме снимал. Полковнику, расскажите, которому я прошу каких-то направлений. Полковнику? А я тоже полковник. Только я пенсионер, поэтому любому полковнику все, что хочешь, скажу. Мой полковник уже в генеральском полноморском. Хорошо. Молодой человек. Я в сумме снимаю. Никто мне не запрещает. Я в любом магазине снимаю. Тем более на улице. Вот, поэтому я историю Караганды показываю. Счастья вам, здорово. Все, молодец. Спасибо. Разрешите идти? Да нет, столь. Какой маленький арбат получился. Ух ты, чуть не споткнулся. Выходим на дворец спорта Минуркена-Абдирова. Совершенно неожиданно попали в задворки дома быта и цума. В задворье. Здесь не сильно чего-то меняли. Понятно. Для чего. Или почему. Там быта виднеется. И выход к арбату. И красивые такие, или совсем наоборот некрасивые произведения. Ремонт обуви и так далее. Вернулись к тому, с чего начинали. Ну, если остать спиной к Дому быту, то понятно, что здесь перед нами бывший магазин Рассвет. Опять дворец спорта Минуркена-Абдирова. Теперь это вот торговый дом Абсолют. Ну и направо цум. Так что такая прогулка получилась воскресная по центру Караганды. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.